Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. И сегодня мне в ремонт попал аппарат. Это Huawei Mate 20 на базе Animation UI 901. И сегодня я вам покажу абсолютно... Ну как абсолютно новый? Новый способ. До этого на канале у меня его еще не было. Как разблокировать данный аппарат. Естественно, в лучших традициях, без компьютера. Сейчас я вам покажу, что он действительно заблокирован. Идем далее, далее, далее. Естественно, подключаем его к какой-либо сети Wi-Fi. Мобильный... Можно и через мобильный интернет. Но я предпочитаю все-таки Wi-Fi. Так, выбираем использовать аккаунт Google. И видим, что телефон у нас действительно заблокированный. Так называемый, на блокировке FRP. И давайте я вам покажу сейчас версию E-Mation UI. То есть нажимаем экстренные вызовы и набираем команду. Звездочка, решетка, звездочка, решетка. 135, 79, 46. Решетка, звездочка, решетка, звездочка. Так вот, версия E-Mation UI здесь 9.01. И работает он как раз на данной версии. То есть 9.01. Но кнопки назад у нас нету. Поэтому я просто перезагружаю телефон. Перезагрузка, перезагрузка. Так, сейчас я вам покажу принцип разблокировки. А пока есть маленькое объявление. Дело в том, что у меня на канале проходит конкурс. Я разогреваю Xiaomi Redmi Note 7. Версия глобальная, 3.32. Все подробности розыгрыша можно посмотреть по первой ссылке в описании к этому видео. Пусть победит сильнейший. Ну, как сильнейший. Максимально удачливый, наверное, правильный будет, так сказать. Итак, аппарат у нас загружается. И сейчас нам придется, ну, скажем так, немножко, как бы это правильно выразиться, поболтать. Если можно так сказать. Ну, вы сейчас поймете, к чему я. Итак, нажимаем экстренные вызовы. То есть, в первую очередь, проверяем, что телефон у нас подключен к сети Wi-Fi. Он все еще подключен к нему. А далее делаем следующее. Набираем 1.1.2. После этого нажимаем вызов. И буквально на долю секунды надо успеть нажать между двойкой и тройкой. Ну, давайте попробуем. Держать телефон в руке, это, конечно, не так удобно. Я его до этого ложил на стол. Но давайте попробуем. Итак, вызов. И между двойкой и тройкой нажимаем. Не успели. Сбрасываем. 1.1.2. Вызов. И между двойкой и тройкой. Не успели. Тут нужна сноровка. Давайте, я даже, знаете, как попрошу. Коллега, могу я вас попросить подержать немножко вот так вот штатив? Ну, чтобы было видно. Собственно говоря, это мой подписчик обратился ко мне. Надеюсь, мой подписчик. Да, да. Итак, 1.1.2. Вызов. И между двойкой и тройкой нажимаем. Не успели. Ничего страшного. 1.1.2. Вызов. Вот, успели нажать на плюсик. Далее, нажимаем на зеленую сюда надпись. И завершаем вызов. То есть, со службы 1.1.2 нам разговаривать, в принципе, ни к чему. Далее, набираем любой номер телефона и нажимаем создать контакт. Вниз проматываем и выбираем добавить поле. Проматываем чуть ниже. Веб-сайт. И сюда вписываем www.youtube.com. И сохраняем. Далее, нажимаем по ютубу. Not now. Под каждым видео есть троеточие. Нажимаем на это троеточие. Выбираем поделиться. И выбираем с помощью Gmail. Пропустить. И добавляем адрес электронной почты. Но тут есть, скажем так, глобальный нюанс, что ли. Дело в том, что добавлять нам... Мы не сможем добавить Gmail. Добавляем любую почту помимо Gmail. То есть, например, самое оптимальное Яндекс или Mail. Ну, давайте я выберу Яндекс, допустим. Вводим логин. Войти. И вводим пароль. Ну, давайте поступим так. Пароль по понятным причинам я вам, наверное, все-таки показывать не буду. Тем более, хорошо бы его вспомнить. Все, ввели. Так, сейчас я попробую все-таки поставить телефон на штатив. Я думаю, нам так обоим будет удобнее. Так, здесь выбираем не сейчас. Разрешить. Далее. Далее. И снизу, после того, как мы добавили какой-нибудь аккаунт Gmail, снизу выбираем перейти в Gmail. Слева, сверху, стрелочка назад. Далее. Ок. Слева, сверху, три горизонтальных полоски настройки. Справа, сверху, троеточие. Управление аккаунтами. И мотаем в самый низ. Выбираем система. Сброс. Первый пункт сброс всех настроек. Снизу нажимаем на черную кнопку сбросить все настройки. А теперь, ну, скажем так, один нюанс. Давайте, на всякий случай, я вам сначала это проговорю. После этого мы вместе с вами попробуем. Итак, поехали. То есть, процедура следующая. Коротко нажимаем на красную кнопку. Нажали, отпустили. Отсчитываем ровно 6 секунд. И после этого нажимаем на кнопку включения. Держим ее и перезагружаемся. Ну что ж, давайте попробуем. Нажимаем на красную кнопку. Сброс всех настроек. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Нажимаем на кнопку включения. Держим. И выбираем перезагрузка. Еще раз перезагрузка. Все, телефон у нас уходит в перезагрузку. И сейчас ждем обычного загрузки аппарата. Сколько он там грузится, не знаю. Как правило, довольно быстро. Повидал жизни, конечно, этот телефон. Уже весь побитый. Но видео наше сегодня не об этом. Более чем уверен, что он еще придет в норму. Ну, собственно говоря, все. Это победа. Можно полноценно пользоваться телефоном. Давайте я вам продемонстрирую. Настройки. Система. О телефоне. Так, не знаю, будет вам видно или нет. Камера у меня, мягко говоря, так себе. Номер сборки 901. Это Mate 20 Lite. Это не Mate 20, а Mate 20 Lite. И девятая версия Android. Вот так способ практически универсальный. 100% работает на Honor 8X. Да и практически на всех версиях Emotion UI. Версии 901. Версия у нас 64. 4 гигабайта оперативки. Классный аппарат. Итак, если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я считаю, что это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я со своей стороны постараюсь ответить на них в комментариях. Всем спасибо. И до свидания. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Впереди нас ждет много интересного. И да готово. Продолжение следует...